Береговая артиллерия сыграла наиважнейшую роль при отражении трёх наступлений войск 11-й немецкой армии. Она поддерживала своим огнём сухопутные части Севастопольского оборонительного района. Большая часть личного состава войск береговой обороны главной базы Черноморского флота погибла. Многие по сей день считаются пропавшими без вести в июле 1942 года. Именно благодаря береговой обороне, батареям береговой обороны Севастополь смог выдержать 250 дней. Об этом говорят не только артиллеристы Севастопольского оборонительного района, артиллеристы ВМФ, СССР, но и иностранцы. На выставке представлено 197 подлинных фотографий, документов, произведений графики и живописи, предметов обмундирования, фрагментов механизмов и приборов, личных вещей из фондовой коллекции Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Все предметы принадлежали морякам-артиллеристам из частей и подразделений береговой обороны. Эта тема комплектуется очень давно в музее. К сожалению, все равно предметов очень мало, потому что большая часть личного состава погибла в последних боях на мысе Херсонес в июле 1942 года. Каждый предмет уникален по-своему. Некоторые из представленных вещей найдены сотрудниками музея во время раскопок на местах дислокации береговых батарей, дотов и дзотов. Среди них личные вещи Петра Алексеевича Мургунова, Георгия Александровича Александера, Алексея Яковлевича Лещенко и других героев. На выставке воссоздано рабочее место военкома береговой обороны главной базы Черноморского флота полкового комиссара Константина Сергеевича Вершинина. Это личные вещи Константина Сергеевича, которые хранили в семье. Это печатная машинка, фотографии, карта. Также зажигалка, которая подарена бойцами, его красноармейцами в знак благодарности. Также в экспозиции посетители выставки смогут увидеть макет 30-й батареи в 1941-1942 годах, где подробно показано правое крыло железобетонного батарейного массива, детализирована внутренняя обстановка помещений, указано их назначение. Работа выставки в помещении Ретро-кинотеатра Украина на улице Ленина, 35, продлится до 3 октября. Вход свободный.